Я рад приветствовать преданных мечте на канале Дмако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем наслаждаться историей в игре под названием Ken Follett The Pillars of the Earth. Ну что ж, дорогие друзья, продолжаем наблюдать за нашей историей. Как вы помните, Филипп у нас озадаченный, он потерял веру, видимо за две недели он ее вряд ли вернул и сейчас он пребывает в постоянных раздумьях, я так думаю. А, мы за Тома вообще играем. А, мы за Тома играем. Том-том-том-том-том. Меня сейчас, знаете, еще что беспокоит, а что будет с нашими дорогими Аленой, например, и Джеком? Их застали за прелюбодеяние, хотя это не прелюбодеяние, они, там, никто из них не женат, да? Ну то есть вообще за, в принципе, за позорной, наверное, какой-то деятельностью, они же не муж с женой, хотя, я не знаю, мне кажется, в старые времена вообще это происходило чуть ли не на улицах. Не знаю, короче, возможно, им достанется за это. Так, монахи. Так, радуются, что Филипп вернулся. А Филипп что-то, по-моему, не сильно-то радуется. Ну, конечно, что-то он такое пережил, он что-то переживает, мне кажется, очень сильно. Алимигий вообще, наверное, не радуется. Ну, вот рассеянным выглядит, о чем-то, наверное, замыслил, замыслил, наверное, что-то подлое, по-любому. Уже немного осталось, как видите, у нас макет полный, нашего собачка. Филипп? А, ты возвращаешься. Как дела в курии? Все в порядке. Мы не будем делать никаких проблем. Так, почему ты хотел, чтобы я приехать? Это о Жаке. Он снова стал бороться с Алфредом. Ты еще пришел на решение о моих предложениях? Я не уверен. Да, хочу, чтобы вы приняли Джека в новиции. Я не... Ааа, они хотят отдать его священнослужители? Вы что из... Вообще не уверен. Джек уже можно читать и писать, и есть много больше, что мы можем учитывать ему здесь. Что его мама думает? Она может никогда не согласиться, что меня познакомиться, потому что это. Она считает, что я познакомился, Алфред. Но Алфред является мастер-карфтсмен. Я его научил, когда он был шесть. Джек лишь ученый, и они не могут идти так, как это. Нет, они не могут. Он не работал на кафедраль, но он мог бы оставаться в Кингсбридж. Он мог? Я не могу. Я хочу для меня лучших детей. Мне кажется, тут сейчас и всплывет, что у них были отношения. Вы знаете, меня что другое беспокоит? Если я тогда бы дал бы ему кашу первым... Помните? В далеких-далеких-далеких сериях, там, самых первых, когда впервые встретился Джек с Альфредом. Из-за этой каши он мог сейчас не конфликтовать со мной. То есть, могло это как-то пойти по-другому, что ли, пути развития? Я не думаю, что вот из-за какой-то гребаной каши они враждуют теперь до конца своей жизни просто. Мне кажется, где-то могли эти конфликты, углы как-то срезать. Я не знаю вообще, зачем конфликтовать. В принципе, они уже взрослые. Альфред так вообще, в принципе-то, уже взрослый мужик. Он даже не ребенок. Если Джек еще юн, я так предполагаю, что его возраст достигает где-то даже ему 20 лет, наверное, нет. Может, где-то, наверное, 16, может, 17 лет. У него первые волосы на бороде сейчас появились. То Альфред-то уже взрослый мужик. Ему уже там за двадцатку. Многие в то время уже умирали, их уже хоронили, я не знаю. А он... Я не знаю, что происходит здесь у вас. Какого хрена вообще? Какое-то безумие, если честно. Вот в отношениях этих двух парней. Что-то они все поделить не могут. Хотя, в принципе-то, они даже... Ну, только в работе, наверное, на место соприкосновения есть, да? Какое-то определенное. Ну, Джек тоже такой не понимает, что ли? Нифига. Что-то подместит. Что-то, наверное, не может. Филип, вы говорили мне в Кутберт once, что если вы превратили прайор, вы бы хотели восстановить нашу кафедраль. Помогите? Это был день, когда маленький Джонатан пришло к нам. Да, помогите. Он был очень маленький. Вы получили то, что вы решили сделать, и так много больше. Если бы Кутберт был еще здесь, чтобы увидеть это. Милиус, мы не было время, чтобы поговорить, когда я вернулся. Там было время. Но вы не могли бы это. Я имею в виду плохое ощущение о всем этом. Почему? В разуме, все равно все хорошо. Это началось даже когда я оставил моего брата в Винчестер. Но он еще в центре всего этого хаоса. Я боюсь. Для него. Для всех нас. Но... это не только так. Нет? Я думаю, что я... потерял свою веру. Ты? Давайте поговорим позже. Как мы бывали. Да, конечно. Мы будем. Ты не придешь, Ремиджиус? Я... У меня... предупреждения, чтобы послать. Хорошо. Что ты? И что же это такое? Что это такое? Ну, я думаю, что вы будете удивлены. Ух... Сейчас я интересен. Когда мы можем увидеть его? Это должно быть завтра вечером. Давай, Джонатан. Давайте посмотрим на зверя. Да, пожалуйста. Какого медведя? Частерчика. Casa... Какого он там сAPPи? Я не знаю. Барка. Ли? 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 Мы не сможем разговаривать в будущем. Филипп увидит это. Но Джек не единственная, которая в этом не обманывается. Такая дама, вы посмотрите, она уже взрослая, симпатичная. Уже можно сказать, можно замуж ее выдавать, а как-то что-то эти совсем не постарели относительно их. Как-то странно все это выглядит. Ладно, слишком много странного. Ну давайте побеседуем. Побеседуем с ними со всеми. Ярмарка шерсти. Никогда не видел здесь столько людей. Да, люди, наверное, радостные. Давайте поговорим с Мартой. Побеседуем с девочками. Марта, have you seen Jack? Он went with Jonathan to see the bear fight. With Jonathan? That's dangerous. What is he thinking? На ком медведя? На ярмарке что ли? Так. Я не допущу, чтобы с Джонатом я в ответе за него. Че-то мне это совсем не нравится. Такое странное начало. Вроде они просто пошли мило отдыхать на медведя смотреть. Да, че-то, по-моему, идея не очень хорошая. Это, конечно. Конечно. О, по-моему, я слышал от Ричард. Он все нормально? Он не сказал, но я думаю, что он все хорошо. Почему? Он говорит мне нужно купить ему новое хорошее. Смотрите. Ты уверенна, что ты хочешь увидеть это? Конечно! Какой показатель! Почему Беран Дог боролся? Это в их природе. Мастер, который более слабый и сильнее, победит. Нет. Для них нет победения. Jonathan! Давай сюда! Ты не должен был его сюда. Это опасно. Я всегда делаю что-то плохое, но в зависимости от того, что я делаю. Если Alfred привезли его сюда, я бы не было проблем. Было бы. Может быть, лучше, если ты и Jonathan идут. Давай. Jack. Что? Я знаю, как ты чувствуешь. О, реально? Я считаю, что у нас не было ничего. Это мино. Мы как эти классики. Мы те нечего是什麼. Можем умерли все на их иной. Это игроки. Ведь на этом матче. Это игроку. Можем у нас играть. Мы хотим жить в мире неправильного, в котором мы должны делать неправильные решения, снова и снова. И мы даже не знаем, что мы играем в их игру. Вы имеете в виду любого права. Но есть права. Чтобы избежать себя от этого храма. Может быть не для Бога, но для человека. Что ты имеешь в виду? Я хочу, чтобы ты становишься монцем. Я даже не удивлен, вот честное слово. Подожди, не идешь спрашивая себя. Я про медведя, конечно же, на данный момент. Поставили какую-то собаку. Медведя загоняют псами. Не дают собакам атаковать. Хотя, в принципе, наверное, есть охота и собаками. Ну, возможно. Я просто не знаю про нее. Я знаю, что ими загоняют. Собака держится на определенном расстоянии. Просто медведя загоняют, грубо говоря, в угол. Чтобы он особо не убегал, короче. И вот он стоял на месте. Охотник уже убивает зверя. Против медведя, который весит там, я не знаю сколько, 350-400 килограмм веса. Ставить собаку, которая даже десяти килограмм, наверное, то не весит. Это просто на потеху людям, наверное, да? Жестокие потехи. Кошмарные вообще. Так, ну что будем делать-то дальше-то? Что от нас требуется? Марты. Так, поговорить с ними. Тут ярмарка, ярмарка. И нам, походу, можно идти в монастырь. Да в собор. Давайте еще пообщаемся с девочками. А, понял. Ну, пойдем посмотрим. Ладно. Сейчас, мне кажется, Джонатана прихлопнет там какая-нибудь плита или еще что-нибудь в этом духе. Я уже от этой игры все что угодно ожидаю. Вы два видели моего сына? Элен! Он заходил за видеть борьбу. Алиэйна? Я... я пришел к... Что? Что происходит с твоим братом? Я не знаю. Алиэйна. Я пришел к нам за твою семью. Алиэйна Что за фигня вообще? Что такое? У него нога застряла? альфред то почему так себя повел он пытается максимально досолить что ли джеку я понять не могу что движет этим человеком он же видел что они вместе неужели после такого вот как бы я например иду ну как бы я не иду точнее все по улице и вижу да например я мне понравилась женщина но я вижу что с другим мужчиной и я вижу что у них был контакт телесный неужели захочу после этого владеть этой женщины там да и как-то снимет между отношения какие-то хотя я вижу что у них отношения есть я не знаю может я неправильный какой-то ты-то чё плачешь упал там с полметра простите меня раздражать если не совсем не единственное что я не думаю что он не должен что мы не просто не все согласитесь когда на изменили то что он нашел до конца и вот и вот и вот и вот и вот Чёрт возьми, смотри, куда сзади подходит Какого чёрта? Я орла Шайринг, мальчик Стой со мной, Джонатан Сейчас, во время моих мужчин инспектируют свой рынок, скажи мне, где твоя святость? Крыпт Возьмите! Крыпт Я слышал, что твой мастер-билдер умер в accident Да, он умер Умер Это, может быть, превратилось в Катедраль Теперь, от меня! Иди, иди, тебя никто не держит Джонатан! А? Хах-хахахахахахах... Вот это конец. Они были отбираны Богом. Они были на огне. Где остальные? Они будут убивать их! Алиэйна! Милиас закрепил дверь. От外側? Он еще там? Нет! Так, я так понимаю, что мы Филиппом играем. Что за фигня вообще? Что происходит? Милиас закрепил дверь. Милиас! Я думаю, что я могу слышать об этом. Что за фигня? Что за фигня? Ребята, что за фигня? Или ты уйдешь? Или ты уйдешь. Нет. Ты уйдешь. Мы не сможем это сделать. Уильям Хамли. Ах! Алиэйна еще есть в небе. Так и Джонатан. Дай нам этот день наш сегодняшний праздник. И извините нам наши плечи. Мы死ем. О, нет! И дверь закрыта. Дверь также закреплена. Алиэйна здесь. Так и атаковцы. Если мы идем здесь, они не могут видеть нас. Ах, ты прав. Но это закрыто. А ключи? Все понятно. Так, давайте монахов успокоим. Что мы сделали, что здесь не было? Ничего. Тогда почему Господь нас уничтожает? Мы не смогли. 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 Что это убийство карается смертным грехом? Он же понимает, что священнослужитель. Он же боится кары Господней. Да почему он так себя ведет? Почему он безгрешно убивает их всех? Почему он думает, что ему дали добро? Ему дал, типа, со мной Господь сказал ему, этот, или как там его зовут? Типа, мол, вперед, мочи, да? Вот такая тема. Я Rabbit! Знаешь! Мы должны помочь свящей. Вот это им. Не, нет, я не буду сподвинуться. Я бы не добр activer тех пор. Мы должны передачиваться! Вы не увидели чтох яглядела. Мы бы уничтожили наши деньги. Уель Α, вы не видели это не первое还是. М narrator мне теперь это görüş. Мне кажется, что это нередикаzione. Я не смогсь вам быть вокруг последний. Это arbelah для интерьеры. На splitting стать невинhelpонн 놈�hil, мы будем надеять людей. Аминь. Попробуй с нашими братьями. Я сделаю уверен, что никто не уйдет. Я должен выйти и найти Джонатана. Это без твоей силы. Только Бог может помочь ему сейчас. Там люди нельзя, да? А это кто? Группа людей. Это был Ерл! И исполнили его. Я его видела. Все хорошо. Почему это произошло? Что ты делал? Что? Кирилл не сделала это без причины. Что ты делал? Кхм. Плохо его знаете, да? Ему не нужна причина, чтобы убить вас всех. Но в этом случае причина есть, конечно. Это точно. Походу не просто святого забрать. Еще там всех покрошить на мелкие куски. Джак! Джак! Зачем они в храме людей оставили? Выводили бы их всех? Я не буду оставить его! О, нет! Походу отец погибает, да? Тома, наверное, подбили. Конем ударил. Конь ударил, наверное, в голову. Он не должен оставить его. О! 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 О, это все, кто не знает, как он! О! 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 Петер! Да успокойтесь вы обоих. Прайор Джеймс был прав о тебе. Прайор Джеймс? Ах! Ты не имеешь в виду, какой человек Прайор Джеймс был. Ты боже. Я пыталась уйти, но она не хочет уйти. Мы должны уйти ее из храма. Я знаю, что Прайор. Мы должны помогать ей уйти. Какой-то. Может быть, Библия ее успокоит? Я хотя не знаю. Не уверен, дать попробуем. Давно мы, кстати, ее в руки не брали. У меня есть храм для нее. Не слушай этой женщине, Филипп. Что происходит здесь? Посмотри на эту плохую женщину. Ее мужик умер в ее руках. Твоя подправка не позволяет мне помогать ей. Ее храм для нее. Ее храм для нее. Ее храм для нее. Мы должны уйти от нее. У него и его мужчины будут уйти вот так. Я знаю. Ты права. Мы должны уйти. Филипп, я тебе сказал, эта женщина – она мечта. Ты боже. Это Хенбейн. Хенбейн? Хенбейн? Девиле. Я. Так что ты предполагаешь, что ты пытаешься уничтожить эту женщину? Ох! Ах! Девиле львого цвета тебя интимизирует? Эх! Хренбейн! Все вы! Филипп, Филипп, возьми это. Это будет слегка ее нервы, если она кушает на нее. Для начала, делай правильное. Да мы так-то много раз поступали правильно. Я бы дал ей траву, чтобы она успокоилась. Не все эти монки могут быть так глупыми, а ты? Ты уверен, что это не повредит ей? Да, я так. Нет! Мы тоже grow herbs, рамиджиус. Попробуй. Попробуй. Я держу ее. Может, просто ее успокоить. Я сказал тебе, может быть, я ошибаюсь, Филипп. Как ты это могла сделать? О, хрень ты. Они приходят. Мы должны двигаться сейчас. Уходите, уходите, кони бегут. О, хрень. Он не тихо. Почему бы, Орлс Selfie даже не тихим? О, хрень. Попробуй, или они победят на нас всех. О, хрень. Легко. С hasрень. О, хрень. О, хрень. О, хрень. О, хрень. О, хрень. О, хрень, нанять. Попробуй, пожалуйста. Смотрите, он! Он хорошо здоров, как он летал довольно далеко. Возвращаясь к ним. Он правил. Они могут быть близко. Мы должны быть виноват. Мы получили то, что мы пришли. Не еще. Волтер, почему я чувствую, что ты не ухаживаешься? Мы не должны сделать это. Мы пришли для Сейн. Они получили это. Как это, злая бастер. Кингсбридж у нас за последний раз. Эта монка, та бастер, и она бастер. Возвращаясь. Давай, двигайся. Возвращайся. Но... Великой сказал... Я сказал двигайся. Мой маленький пиво. Ты все хорошо? Ты видел Алиэйна? Она была в рынке. Я слышала, что Уильяма называет ее имя. Джек, давай. Мы должны найти ее и Джонатана. Да чего ж отбитые ублюдки? Вот надо же быть такими. Ё-моё, а. Просто в секунду уничтожить все то, что люди так долго строили, что так долго создавали. Вы посмотрите, что после них осталось. Да ничего не осталось. Горе и ненависть. Её что, убили? Да ну, ни у кого быть не может. Ты же искал ее и не мог ее найти. Все нормально должно быть. Не, она жива. Все слава богу. Уху. Алиэйна! Не важно, что ты делаешь. Не важно, куда ты идешь. Я тебя найду. Всегда, когда ты думаешь, что ты безопасен. Всегда, когда ты играешь в доме. Я тебя найду. И я тебя уничтожу. Теперь, убивь их всех. И сделай ее слушать. Пока я его не укокошить. Алиэйна, ты в порядке? Я спрятую, что Господь и Иисус Христа, и все святые, что я буду обучать моего брата Ричарда, пока он уничтожил его вовы. Ты не слышишь меня? Че, пацана укоконили? Да ну, вы че, бросьте. Том. Том. А, смотри, ему в голову попало. Ху, ну слава богу. Вы знаете, возможно, если бы мы сказали. Да. Мы должны спросить бисеппа за помощь. Для бисеппа? Ты милый? Я слышал, что он за это. Сссс! Как? Как мы можем продолжать жить в Кейнгсбридже сейчас? А сейчас? А сейчас? В Кейнгсбридже еще будет построен? Не без рынка. Это должно быть. Или нет работы для нас. Пожалуйста. Наши пряди будут ответить все ваши вопросы. Филипп, они ждут тебя. Да. Мы можем остаться в Кейнгсбридже? Или мы должны идти дальше? Да, давайте почтим память мертвых. Мне кажется, в этот раз сейчас надо только именно этим и заниматься. Много людей... Умерли. Многие были уничтожены. У нас уничтожены был наш мастер-билдер, Том. Он защищал наш мастер-билдер, Том. Он защищал наш мастер-билдер, Том. У нас будет время, но я уверен, что он уничтожен. Благодаря Богу! Том живет! Дого... На самих родах. У нас уничтожены. На этом... И брат Милиус. Он лежит на стороне Кутберт. И восемь больше жизни были убрали. Воскресенье будет судить за то, что он сделал? Он должен быть! Да, он должен быть! Что касается Кутберт? Где Кутберт? Адолфис будет защитить нас. Это будет лучше, если ты ответил их вопрос. Пожалуйста, скажи нам, что надо делать. Я бы поговорил на нас святом или внушил уверенность. Адолфис. 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 Кто его сказал? Адолфис. Это орла Шайринг. Почему он так сделал? Милиус умер, чтобы защитить святого. Я видел его. Он не хорошо? Он выглядит мягким. Играет музыка. Я не думаю, почему кто-то делает это для нас. Это невозможно понять, как эти мужчины могли... Вы пошли против Орла Ширинг! Он сказал, что вы его уничтожили! Филипп был в праве. Мы имели лицензия рынка. Наш прайор был в праве. Но мы все знали, какой человек William Hamley был. Девять будет только больше грязнений. Я... я согласен. Вы должны быть более внимательным. Мы не должны снова держать рынок. Нет. Нет, мы не должны. Филипппел. Но это не его fault, это? Они все должны уничтожить рынок. Ребята, расскажи нам, что будет происходить с нами. С Кингсбриджа. Девушки отдыхают. 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 again is that understood yes my пищит вообще больная больная голова просто больная вот на секунду за секунду уничтожить все то что люди строились так долго и этот козлячий проклятый я ненавижу этого типа просто терпеть его не могу этого бы как я ненавижу всю семью этих хамлей и ё-моё я не знаю вот по сути как бы ведь у у приора ведь есть брат он он настолько близок королеве что когда мы разговаривали с королевой он стоял по правую руку это значит что он правая рука и и ё-моё ну почему он не мог предоставить защиту почему при помощи него мы не можем успокоить этих грёбанных отморозков почему мы не можем все это прекратить какими-нибудь хитрыми путями я не знаю он нас втянул всю эту хрень если честно брат же втянул в этого все и почему он не помогает никакой помощи ведь нет вам не все кипит я не знаю мне прям такой хороший город был хорошие люди они старались сделать мир лучше нет из-за какого-то отремя которая в которой вообще ничего не нужно кроме разрушения вообще ничего не нужно в этом мире кроме разрушения я понимаю в принципе да ведь мир и он разделен в любом случае все что создается должно быть разрушена в итоге уничтожено она уходит небытие чтобы вновь возродиться то есть все идет по циклу куда цикл жизни поэтому при том что кто-то создает по-любому должен быть кто-то кто будет разрушать ну или вообще природные явления будут разрушать вообще хоть что-нибудь это должно приводить к кому-то определенному концу то есть все что имеет начало имеет конец но когда ты смотришь на это именно в таком ключе окажется ну блин вообще ярость захватывает ненависть какая ты просто наполняешься всем плохим внутри тебя ты хочешь откровенно хочешь гибели этому человеку чтобы он просто исчез чтобы его не стало и жизнь может быть стала бы лучше и люди смогли бы прожить жизнь свою более достойно чем просто потерять и вот в секунды буквально не за что просто из-за того что какому-то отморозку захотелось у вас ее отнять но блин я не знаю короче откровенно ужасно и ужасная глава просто ужаснейшая во мне прямо-то как я и сказал кипит все просто я не знаю надеюсь что следующая глава будет хотя и не уверен вообще я не уверен с каждым разом все хуже все хуже и хуже ты вроде думаешь что все должно быть нормальным но нету постоянно что-то появляется неприятное мы никак не могли решить стать ли джеку новийцем я вообще не хочу чтобы он им становился ну как а как их тогда потом взаимоотношения будут вот скажите как романтические отношения как никак все он служители церкви и нельзя ему иметь ни семью не детей том ранен но жив вильям его не убил кстати вот насчет этого момента если бы я сказал бы что том что типа том жив мне кажется вильям бы его убил потому что типа ну как бы он должен был быть мертв поэтому может быть мы уберегли его жизнь может быть благодаря элейн уильям был уверен что том уже мертв но в принципе да это было еще и раньше понятно вы успокоили мы ли травами элейн вместо молитв а мы могли молитвами успокоить ее я просто не знаю могли бы мы молитвами успокоить может быть могли тогда в этом плане мы только настраиваем против себя этого на риме да и опять же мы поддаемся услугам другого человека которого считать тем более еще что ведьмой мили и многие другие погибли при нападении на киксбридж но тут мы по-моему никак повлиять не могли хотя может быть я не знаю это секретные действия были имели бы спасся милия бы очень хотелось спасти все-таки это близкий друг я так понимаю все таки но один из по крайней мере по крайней мере один из меняем их живших там в этом соборе людей ну да ладно давайте закончим главу глава четырнадцатая ну что ж дорогие друзья несмотря на такие кошмарные события в этой игре которые происходили на данный момент осталась последняя глава не знаю чем она закончится какими моментами но вы знаете одно могу сказать сто процентов до эта игра заставляет переживать неважно какие эмоции мы переживаем это и где-то и гнев за наших персонажей потому что мы слишком ну по крайней мере я очень переживаю за их судьбу и меня гневает когда происходит такая вот несправедливая такая жестокость она неоправданная на неоправданно совершенно ну опять же с его точки зрения на свою точки зрения ульяма она оправдана я просто хочу убить этого человека почему бы нам его и не убить вот типа но с точки зрения обычного человека нормального это вообще это просто жестоко убивать беспричинно людей это раз но при этом все равно появляются моменты когда мы можем порадоваться за героев когда мы можем попереживать и действительно по переживать в плане происходящего что с ними что-то может произойти много эмоций игра дарит это радует потому что не каждая игра дарит эмоции вообще в принципе но я надеюсь что вам нравится если это так то конечно же не забудьте поставить лайк прокомментировать это видео поделиться им с друзьями а также добавляйте плодисты вступать в нашу группу вконтакте ну и подписываться конечно не забывайте также смотрите в описании там есть ссылки на другие прохождения а с вами был станислав я всех вас крепко обнимаю целую люблю давайте переживем эти страшные дни вместе всем пока